Коллеги, друзья, мы продолжаем серию наших фильмов о проекте «Здоровая почва». И сегодня мы бы хотели поговорить более глубоко о корневой системе, о корнях. Потому что агрономы обычно воспринимают корни как такой насос, который впитывает в себя водный раствор, впитывает в себя питательные элементы, которые находятся в этом водном растворе. Но на самом деле все гораздо интереснее, все гораздо более серьезнее и фундаментальнее. Поэтому сегодня мы с вами поговорим о взаимодействии корней и почвы. Поговорим о том, как корни влияют на урожай именно в моменте этого года, о чем мы обычно с вами говорим и думаем. Но и очень важно, мы забываем о том, как влияют корни на плодородие и здоровье почвы в последующие сезоны и в последующий урожай. И сегодня мы пригласили на нашу беседу без угла Ольгу Степановну, доктора биологических наук, профессора Южного федерального университета. И Ольга Степановна нам расскажет о роли корней и более глубоко, и более фундаментально. Передаем вам слово, Ольга Степановна. Да, Елена Александровна, вы абсолютно правы. Условия в корнеобитаемой толще в значительной степени определяются воздействием корневых систем растений. И при этом важна как поглотительная функция, так и выделительная. Вот если о поглотительной функции более-менее осведомлены и агрономы, и просто, я так думаю, любой имеющий хоть какое-то отношение к сельскому хозяйству человек, то о выделительной функции чаще всего даже и не задумываются. А она, ну с моей точки зрения, она не менее важна, а в какие-то моменты даже важнее. Итак, значит, растения в ходе своей жизнедеятельности через корневые системы постоянно воздействуют на почву. Постоянно. То есть это обратная связь, взаимная связь. И растения за счет своих корневых выделений активно изменяют и состав, и свойства, воздействуя как на химические составляющие, так и самое главное на биоту, то есть на микроорганизмы ризосферной зоны. Этот факт в свое время, еще в 1972 году, очень убедительно доказал Василий Петрович Иванов. Он защитил на эту тему докторскую диссертацию. Он показал, что действительно корневые выделения активно воздействуют и на почву, и на микроорганизмы. А несколько позже, уже в нашем веке, другой российский ученый, петербуржец Юрий Викторович Хомяков, кстати, он в Афии работает, и он показал, что корневые выделения, они очень разные, у разных видов растений, и даже у разных сортов, даже у разных сортов, они меняются в зависимости от фазы развития растения, от сезона, от внешних условий, погодных условий. Но вот лично для меня особенно интересно было то, что они реагируют на внешние воздействия на растения. И оно, я думаю, не только для меня интересно, оно должно интересовать любого практика сельского хозяйства, потому что воздействуя на растения, мы можем активно изменять ситуацию в почве. Воздействуя на растения, мы тем самым воздействуем на микрофлору-ризосферы. И об этом на самом деле мало кто задумывается. Да, да, вот это очень интересно. И получается, что обрабатывая растения теми или другими физиологически активными веществами, мы можем регулировать эту самую выделительную функцию, регулировать ситуацию в самой важной части почвы, а это ризосферная зона, где жизнь не просто идет, она там бурлит, она там постоянно меняется. И вот в своих исследованиях, которые я провожу на базе Федерального Ростовского аграрного научного центра, там у нас есть лаборатория биологического земледелия, и вот в своих исследованиях мы в этом неоднократно убеждались. Мы работали с разными видами растений. Мы работали, прежде всего и больше всего, с азимой пшеницей, конечно, это наша главная культура, но и с бобовыми, ну, горох, с подсолнечником, с сахарной свеклой, с кукурузой. Работали в модельных опытех, работали в производственных опытех. И даже выходили в фермерские хозяйства, и на больших территориях тоже проводили вот такие умные пассивы. В качестве физиологически активного вещества мы использовали гуминовые препараты. Но я убеждена, что не только гуминовые препараты так будут воздействовать, но любые физиологически активные вещества. Это и аминокислоты, да, и микроэлементы, да? Да, да, это различные там гормоны, там та же янтарная кислота, но этого мало. И, допустим, эйкозапентоеновая кислота или арахидон. Да, да, да. И даже, вот, например, если вы работаете какими-то инсектофунгицидами, мы тоже активно влияем на вот эту самую, видели, выделительную функцию. Причем, если этот инсектофунгицид, он воздействует положительно, правильно? Не подавляет рост растения, а наоборот, защищает. То есть с физиологическим действием, как мы говорим? Да, 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 именно с физиологическим действием. То в этом случае мы тоже работаем с этой, да, ризосферой. И у нас есть микробиолог в составе нашего коллектива. Мы проверяли всегда вот эту ситуацию именно с микронаселением, причем и в ризосфере, и в мисполосных вот этих пространствах, да? И мы получили, что действительно есть большая разница в активности микрофлоры в ризосфере и в каких-то защитных полосах и так далее. Уже где-то сантиметров 15-20. Уже, да, сразу же разницу видим. И вот под влиянием в нашем случае гуминовых препаратов резко повышается. Мы не вносим в почву, мы работаем с растением, обрабатываем по листьям, фолярная обработка. А у нас увеличивается численность микроорганизмов. И прежде всего это грибы и целлюлоза, разрушающие активные мицеты. Это были прибавки более чем на 150%. То есть это даже не в два раза, а в два с половиной раза. И причем это все статистически достоверно. Я говорю только о тех прибавках, которые статистически... Но именно речь идет о колонии образующих единицах, да, вы говорите? То есть увеличивается не прибавка урожая, как мы говорим, а именно... Я именно сейчас говорю об этом. Меня интересует ситуация в почве. Понимаете, какая история? Вообще, если посмотреть, как идут научные исследования, то чаще всего мы видим что? Эффект. То есть вот прибавили, добавили, обработали, получили такую прибавку урожая, качество урожая. А я почвовед. Поэтому меня интересует, а что происходит в почве? Почему? И я вот, во-первых, привлекла микробиолога, мы смотрели с этой стороны, а также, конечно же, естественно, это элементы питания. Как реагирует на обработку растений ситуация с элементами питания вот в этой же зоне. И в результате ферменты тоже обязательно проверяли активность ферментов. Потому что активность ферментов, она очень сильно коррелирует с активностью микроорганизмов и с состоянием растений. С состоянием растений тоже. Ну вот, например, у нас в Ростовской области мы работаем на черноземах. Это наше, так сказать, главное богатство, наша главная гордость. И черноземы у нас хорошие, плодородные. Но есть у них один небольшой недостаток. Они карбонатные. Карбонаты влияют на многие соединения таким образом, что они становятся труднодоступными. Например, фосфор, железо, марганец. Вот эти йод в присутствии карбонатов, они становятся малоподвижными. И прежде всего, конечно, нас интересует фосфор. И вот фосфора в черноземах много. Но подвижной формы мало. Недоступные растения. Да, поэтому мы вынуждены носить удобрения. А вот когда мы обрабатываем растения вот такими физиологически активными соединениями, мы получаем, сначала это было для нас просто шоком. Смотрим, а фосфора-то повышается количество. Причем многое зависит от ситуации. От погодных условий, от того, какие удобрения вносились, когда вносились удобрения, от фазы развития. В какие-то моменты мы видим прямо повышение фосфора, а в какие-то моменты на этих вариантах фосфора даже меньше, чем на контроле. Почему? Потому что активизированное растение с удовольствием кушает. У него аппетит повышенный. Вот такая ситуация, значит, у нас с фосфором. Проверяем фосфатазу. Кизиная фосфатаза, которая очень хорошо коррелирует с численностью микроорганизмов. И получаем, что да, повышается активность фосфатазы. То есть вырисовывается великолепная картина. Растение, которое мы простимулировали, оно, у него повысился аппетит, образно говоря, оно своими корневыми выделениями воздействует на любезную ему микрофлору лизосферы. Микрофлора начинает выделять вот эту самую фосфатазу. В данном конкретном случае переводит в доступную форму. И вот тот фосфор, который в почве лежит мертвым запасом, переводится в доступную форму. И, конечно, не только фосфорное питание активизируется. Просто вот у нас на черноземах, прежде всего, мы это видим на фосфоре. Однако, когда мы, например, те же исследования провели на подсолнечнике, который является калий-любимым растением, и у нас в черноземах с калием все в порядке. Обычно вот даже на той же пшенице нет никакой необходимости калий-любимым растением. На подсолнечнике – да, уже имеет смысл. Но, когда мы работали на зимой пшенице, у нас на калии, калий никак не реагирует на вот эти наши удобрения. Почти там все в пределах ошибки и так далее. А как только мы начали работать с подсолнечником, заработал калий, он тоже начал реагировать примерно так же, как и фосфор на зимой пшенице. Азот. Что с азотом? Черноземы – плодородные почвы. С азотом более-менее все порядка, потому что весь азот у нас, мы знаем это с вами, это органический азот. Но, опять же, ситуация какая? Этот органический азот, он должен перейти в подвижные соединения. В нитраты, аммонийные формы. И тут уже на первое место опять выступает что? Микроорганизмы. Эту работу делают они. И вот если у нас не очень хорошая весна, холодно, затяжная весна, микроорганизмы, следовательно, что? Ну, менее активные. И азота не хватает. Вот в этот момент на наши физиологически активные вещества начинают опять реагировать азот в почве. То есть универсальный механизм. Вот мы на черноземах это увидели вот так, а, допустим, если на каких-то почвах бедным калием, однозначно будет тот же эффект. Вы понимаете, какая ситуация? То есть это все очень интересно. Это уже доказано. У нас очень много публикаций на эту тему, вплоть до того, что уже даже монография написана и выпущена. Вот. И в результате мы можем сделать вывод. Этот вывод звучит так. Корневые выделения, эксудаты, служат медиаторами поглощения растениями элементов минерального питания из почвы, влияя на минеральные и органические компоненты как непосредственно, так и опосредованно через микрофлору резисферной зоны. Вот мы больше изучили вторую вот эту часть, опосредованную, потому что непосредственно тут сложнее, нужны более сложные исследования биохимические, тут нужны соответствующие приборы и так далее. Собираемся этим заняться. Уже начали, но пока я ничего на этот счет говорить не буду. А вот то, что касается жизни микроорганизмов, это мы уже доказали и у нас в публикации, как на русском языке в центральных журналах наших, так и в зарубежных журналах охотно берут журналы эти статьи. Очень интересно. Вы нам рассказали, насколько важно сформировать мощную жизнеспособную корневую систему, которая будет обеспечивать физиологическую активность и микробиологическую активность. Совершенно верно. Очень интересно. Спасибо вам большое. Но вот сейчас мы больше поговорили с вами о ситуации в моменте данного сезона. А теперь давайте попробуем поговорить о том, насколько важно сформировать корневую систему и как она потом окажет влияние на урожай, на сначала здоровье, плодородие почвы, и урожай последующих культур всевобороте. Насколько важно, потому что в основном все культуры, которые мы сейчас говорим, это и подсолнечник, и бобовые культуры, и злаковые культуры, и корневая система остается в почве. И ее, наверное, поправьте меня, если это не так, а скорее всего это так, очень важно оставлять в почве и сделать ее как можно более мощнее, чтобы она была предшественником и лобильного органического вещества, и создавала условия для активной работы микрофлора, которая обеспечит доступность в питательных элементах. Что-нибудь по этому поводу скажите, пожалуйста. Ну, вы, как говорится, и опять вы правы, скажем так. Дело в том, что с разных точек зрения можно посмотреть на эту проблему. Это, конечно же, прежде всего та корневая система, особенно если мы ее постарались сделать более мощной, более здоровой, она не только в момент, так сказать, когда она пока была живая, работала, но и после сбора урожая она остается в почве, и это источник пополнения органического вещества почвы. А уже органическое вещество почвы, гумус, это его недаром называют интегральным показателем плодородия, потому что он влияет на все. И на тепловые свойства, и на воздушные свойства почвы, и на структуру почвы. И с этой точки зрения корневая система, ее здоровое состояние – это залог будущих урожая. На следующий год, причем кумулятивный эффект, о нем не надо забывать. То есть вот если вы применяете какие-то специальные вещества, улучшающие состояние корневой системы, то первый год мы уже получим эффект, но на второй, третий год он будет больше и больше. Большое вам спасибо, что нашли возможность поделиться вашим опытом, вашими знаниями, и я надеюсь, что наши слушатели, наши зрители получили уникальную информацию, и теперь будут рассматривать корневую систему не только как условия, факторы получения устойчивого урожая именно данного сезона, но и урожай в последующей культуре, в силобороте. Спасибо вам за то, что пригласили. Это для нас очень важно, для представителей науки, когда интересуются нашими исследованиями. Спасибо. Ну что ж, продолжаем нашу беседу и переходим в практическую плоскость. И для этого любезно согласилась присоединиться к нашим съемкам Полякова Анна, технический эксперт региона ЮГ, технический эксперт компании Сингенда. Аня, расскажите, пожалуйста, на конкретных примерах, на том опыте, который был заложен в Ростовской области, как мы наблюдали за тем, как растения, выращенные при применении наших продуктов компании Сингенда позитивно влияли на структуру почвы. С одной стороны, но и, конечно, как это сказалось, на урожайность. Да, хорошо, конечно. В рамках программы «Здоровая почва» у нас был заложен опыт по определению влияния продуктов компании Сингенда на формирование агрономически ценных фракций почвы и урожайности. И нами были получены следующие результаты. В варианте 1 анализировалась структура почвы при применении такого продукта средства защиты семян, как Vibrance Integral, с нормой высева 4 миллиона штук всхожих семян на гектар. И мы получили сумму агрономически ценных фракций, полученных при сухом просеивании, равных 52,8% и урожайность 57,4 сантиметра с гектара. В варианте 2 применялся смесевой продукт на основе триазолов и фенилпиролов и при той же норме высева. И сумма агрономически ценных фракций в данном случае составила 54%, а урожайность 51,1 сантиметра с гектар. А вот на варианте 3 также использовался продукт по защите семян Vibrance Integral, но уже с заниженной нормой высева 2 миллиона штук всхожих семян на гектар. И мы получили сумму агрономически ценных фракций уже 55,2%, а урожайность 63,3 сантиметра с гектара. Исходя из полученных данных, можно сделать следующий вывод. Применяя продукт для защиты семян Vibrance Integral, который имеет защитное, физиологическое, стимулирующее действие, а также снижая норму высева, мы увеличиваем площадь питания растений и способствуем развитию более мощной корневой системы. Это в совокупности позволяет улучшить структуру почвы за счет большего количества ценных агрономических фракций и получить наибольший урожай в данном сезоне. И, конечно же, создать платформу для будущих урожаев. Ну что ж, вот благодаря нашим спикерам вы узнали о том, насколько важно сформировать мощную, здоровую корневую систему, которая будет работать в моменте данного сезона и поможет сформировать качественный урожай необходимого размера. Но самое главное, эта мощная корневая система окажет позитивное влияние на почву и на урожай в последующие сезоны. Удачи вам и пусть ваша почва будет здорова и плодородна!